МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как правильно организовать субботник с точки зрения законодательства об охране труда в России? Чем должен обеспечить работодатель своих сотрудников во время субботника? Кого можно и нельзя допускать к субботникам? В нашей студии Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Добавить. Ну и, собственно говоря, вот тема сейчас, на мой взгляд, чрезвычайно актуальна, потому что весна – это время субботников. То есть сейчас активно город приводится в порядок после зимы, убирается мусор и так далее, далее, далее. То есть работы на самом деле много. Работу нужно это делать, она нужна и необходима, но ее нужно, я так понимаю, тоже правильно организовать, вот с точки зрения закона. И вот, на ваш взгляд, как эксперта, как правильно организовать субботник с точки зрения законодательства об охране труда, чтобы польза была, а вреда не было. Ну, как говоря, и классический труд он сам по себе облагораживает. И поэтому участие в субботниках – штука, конечно, замечательная. Мы надеемся, что все наши граждане, ну, опять-таки, найдут время и сочтут возможным поучаствовать в этом замечательном мероприятии по наведению порядка в нашем любимом городе. Городские власти, с своей стороны, в обязательном порядке окажут содействие в проведении этих мероприятий, в том числе по предоставлению соответствующего инвентаря. Ну, при этом мы должны понимать, что у нас основное, кто организует эти самые мероприятия, это являются, конечно, работодатели, потому что они выводят как раз на прилегающие участки к своим организациям своих работников для наведения соответствующего порядка. Поэтому, собственно говоря, на них у нас лежит основная, что называется, ответственность по организации безопасного проведения этих самых работ. Первое, о чем стоит задуматься нашим дорогим работодателям, о чем вспомнить, что у нас с вами крепостное право было отменено довольно-таки давно. Поэтому, если в должностные обязанности работников не входит проведение подобных работ, то привлечение их к подобным работам является добровольной мерой. То есть они могут выходить на субботники, могут не выходить, опять, если это не прописано в их должностных инструкциях. Ну, допустим, дворники, они в любом случае будут выходить на уборку территории, ну, потому что это их должностные обязанности. Те же самые офисные работники, представители иных профессий, это делать не обязаны, они будут делать это исключительно на добровольной основе. Вторым важным моментом является, когда у нас проводится этот самый субботник, но у нас не только субботник, у нас и средники в городе проводятся. В рабочее это время или в нерабочее время, и кто является организатором этих мероприятий. У нас существуют городские субботники, которые у нас организуют именно городские власти, куда любой гражданин, любой неравнодушный человек, который проживает на территории нашего любимого города, он может прийти, ну и тогда, соответственно, городские власти должны организовать это мероприятие с точки зрения безопасности. Если же это мероприятие проводит работодатель, то, во-первых, они должны будут подумать, опять-таки, как именно они будут привлекать своих работников, будет ли это делаться с помощью приказа, то есть в принудительном характере, что называется, приглашать туда, либо же это будет делаться на добровольной основе. Но опять-таки, так скажем, заставлять людей приходить на субботник никто не имеет права. Принудительно, я, наверное, слово не совсем правильно и корректно употребил. То есть, опять-таки, если это происходит, субботник происходит в рабочее время, то, соответственно, работодатель может предоставить возможность поучаствовать вместо выполнения их должностных обязанностей. То есть вместо выполнения их работы, соответственно, участвовать в этих мероприятиях. То есть вывезти с офисных работников, например, на несколько часов, так сказать, на улицу, прибраться. Это нормально. Это более чем нормально, это к тому же как-то позволяет избавиться от монотонной работы, то есть опять провести время в непринужденной обстановке с коллегами, ну и, конечно, поучаствовать в чем-то очень полезном с точки зрения и для города, и для своей организации. Некоторые представители бизнеса говорят, что это замечательный аналог различных мероприятий в порядке тимбилдинга. То есть он сплачивает, объединяет. Конечно. Как у Булгакова, опять-таки, время занимает самую малость, а пользует цельный вагон от этого мероприятия. Во-вторых, опять-таки, нужно подумать, кого можно привлекать к этим работам на субботнике. То есть мы должны понимать, что работа на субботнике, ну, по сути, как или иная работа, имеет свои опасные факторы, риски на рабочем месте. То есть, опять-таки, к этим работам, поскольку они сопряжены у нас иногда с поднятием тяжести, не стоит привлекать людей со слабым здоровьем, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Очень большие ограничения у нас накладываются на беременных женщин. Вот я тоже хотел сказать, да, то есть понятно, что здесь нужно четко понимать, но единственное, что надо, чтобы ты знал, что у тебя сотрудник в положении. То есть она должна предупредить, конечно. В обязательном порядке. Также людей, у которых есть аллергические реакции, потому что сколько раз уже происходили такие случаи, когда сотрудники выходят на субботник, там поднимается столб пыли, когда начинают вместить тротуары, то, соответственно, человеку становится плохо от того, что он надышался этой самой пылью. Ну, а поскольку любое ухудшение самочувствия работника на рабочем месте, при исполнении должностных обязанностей или любых действий в интересах работодателя у нас расценивается как несчастный случай, то есть опять-таки работодатель должен понимать, что если таких работников он будет привлекать к работам, то это опять чревато для него будет наступлением этого самого несчастного случая, ну и соответствующими последствиями. То есть нужно понимать, как бы, кого на какие работы распределять? То есть, на самом деле, заранее вот какой-то некий план составить и понимать, кому что можно? Ну, конечно, да. Но если у вас девочки будут погружать тяжелые мешки, ну, наверное, это не самое правильное решение. Поэтому мы в обязательном порядке перед тем, как организовать любую работу, в том числе и в рамках субботника, мы должны продумать, как она у нас с вами будет строиться. Вот вообще можем ли мы, в принципе, ее с вами грамотно, правильно и безопасно организовать? Во-вторых, в-третьих, уже получается, в обязательном порядке мы должны с работниками провести инструктаж. Да, вот важнейший вопрос. А как их инструктировать и что нужно? В данном случае, если это не будут работы, которые предусмотрены их должностными обязанностями, то мы в обязательном порядке должны будем провести с ними целевой инструктаж, то бишь рассказать им о том, как им необходимо выполнять работы по конкретному направлению деятельности, на которых мы их, собственно говоря, отправляем. В частности, это благоустройство территории. Рассказать о всех вредных и опасных факторах, с которыми они могут столкнуться. Ну, в частности, это у нас различные аллергены, о чем мы с вами сегодня уже говорили, это поднятие тяжестей, это возможные контакты с животными, ну, то есть собачка пробежала какая-нибудь, это тоже фактор опасности, может и укусить эту собаку. А может и мышка, например? И мышка, совершенно верно. А агрессивно настроенные люди, то есть, опять-таки, мы на территории своей организации, на рабочем месте можем обеспечить безопасность, ну, а когда мы выводим их на улицу, ну, там тоже могут эти факторы возникнуть. Если уборка происходит вблизи проезжей части, то и этот фактор мы не должны сбрасывать из счетов. Ну, и кроме того, когда мы убираем мусор, в этом мусоре может оказаться все, что угодно. Это иголки, битое стекло, ну, и все, что только можно себе представить. То есть эти факторы нужно будет в обязательном порядке учесть, рассказать и напомнить об этом в обязательном порядке работникам, потому что они, соответственно, с этими факторами опасными в процессе своей работы в обязательном порядке столкнутся. Ну, и, конечно, обеспечить их безопасность с точки зрения обеспечения средствами индивидуальной защиты. То есть в чем они у вас будут убираться? Ну, это не значит, что мы должны им всем массово закупать спецодежду, хотя, конечно, это было просто замечательно, закупить всем спецодежду. И регулярно использовать. Ну, да, если у наших дорогих работодателей есть такая финансовая возможность, то тогда это будет совершенно идеально. Мы будем очень рады, что у нас есть такие работодатели, которые буквально на несколько шагов впереди и идут с точки зрения обеспечения безопасности работы. Ну, хотя бы минимальные средства защиты мы должны будем с вами им обеспечить. Во-первых, это перчатки, потому что они с фактором загрязнения будут работать. Во-вторых, это если мы будем работать на субботнике вблизи, так скажем, повышенного фактора аллергенов каких-то или, наоборот, там пыли очень много, то, соответственно, масочки мы тоже должны работникам обеспечить, чтобы минимизировать их контакт с этими аллергенами, с этой пылью. А фартуки какие-нибудь, например? Я просто вспомнил, вот традиционный такой, ну вот, старый советский дворник, это обязательно фартук. Фартук, большие перчатки такие и метла большая. Ну, опять-таки, это исходя из материального состояния работодателя. Если есть такая финансовая возможность, мы будем только приветствовать. Ну, вот, кстати, еще один момент очень важный, что касается безопасности. В городе очень много, ну, осветительных приборов всевозможных. То есть, когда ты людей выводишь на улицу, они так или иначе где-то вот будут вокруг. Вот этот момент тоже немаловажный. Вот как его организовать, потому что, вот, чтобы не было беды, что называется. Ну, работники и сами должны подумать, в том числе и о собственной безопасности. Об этом мы тоже не забываем. Я, когда своих коллег инструктирую на субботнике, рассказываю им о том, что, дорогие товарищи, грабли вам даны не просто так. Это вы, как саперы, расчищаете впереди себя дорогу для того, чтобы понять, что же впереди находится. Как вы правильно отметите, там могут быть электрические провода. Это, во-первых, опасный фактор. Во-вторых, там могут быть открытые колодцы. Различные куски каких-нибудь арматур, на что напороться тоже можно. Поэтому в обязательном порядке мы должны осматривать рабочее место перед тем, как приступать к любой работе. Мы должны осмотреть, где мы будем работать и какие факторы опасности на этом рабочем месте есть. Это должны делать и сами работники перед тем, как приступить к своей работе. А также должны делать это организаторы работы, то бишь работодатель должен перед тем, как кого-то из сотрудников куда-то направить, должен сам или сам, или должностное лицо, которое будет отвечать за это мероприятие, своими ножками туда выйти, пройтись, посмотреть, все эти факторы в обязательном порядке учесть, ну и, соответственно, исключить все возможные потенциальные опасности. Если он видит, что на данном участке, где собираются справить работы, не все безопасно, то есть есть какие-то очень существенные риски, с которыми самостоятельно справиться нет возможности, то лучше эти работы, в принципе, исключить. — Вот, кстати, как опасность дороги исключить? Потому что, ну да, вот когда люди убирают газон, например, вот она дорога, вот здесь что, в идеале, что лучше сделать? — Смотри, здесь несколько вариантов есть. Первый вариант — это чтобы близко к проезжей части не подходить, собственно говоря, либо же вариант — есть специальные дорожные знаки, которые выставляются перед, соответственно, участком, где проводится работа. Если вдруг требуется выйти на проезжую часть или оказаться, например, в непосредственной близости, наверняка видели, что дорожники или коммунальные службы, которые работают вблизи дорог, они в обязательном порядке на дорогу выставляют специальный дорожный знак, который обозначает о том, чтобы водители видели, что в данном участке проводятся специальные работы, и человек может неожиданно появиться на проезжей части. Поэтому специальные знаки тоже следует в данном случае выставлять. Но лучше, конечно, фактор полностью исключить и на дорожное полотно ни в коем случае не выходить. — Ну да, потому что это риски совершенно отдельные. Вот вы начали говорить о том, кого можно и нельзя допускать к субботнику. Ну вот понятно, людей с какими-то аллергенными заболеваниями. Или можно всех просто нужно понимать, как их использовать грамотно? — Ну, совершенно верно. Опять-таки, нужно понимать, какие у них есть ограничения, то есть что может причинить вред их жизни и здоровью, и, соответственно, эти работы исключать. Если, допустим, человек не может работать где-нибудь там с пылью, с аллергическими реакциями, то это не говорит, что он не может заниматься, ну, какой-нибудь обрезкой деревьев тех же самых. Или, допустим, ну, что у нас в процессе субботника, наверное, делается. Деревья белят, то же самое. Если у него нет на это аллергической реакции. Или окна мыть, то же самое. Опять, просто работ в процессе субботника может быть, ну, довольно большое количество, и нужно работодателю подумать, соответственно, кого грамотно и безопасно куда расставить. — Инструктаж проводится до, вот прям непосредственно или накануне? Как вот лучше это сделать? Перед выходом на рабочее место? — Ну, опять-таки, это все зависит от того, как будет организована работа на субботнике. Если есть возможность прямо на месте проведения работ провести инструктаж, чтобы люди, что называется, прямо здесь сейчас на месте убедились и посмотрели на те самые опасности, на месте убедились, как именно правильно выполнять работу, это замечательно. — Нет, но бывают такие ситуации, когда просто физически нет возможности. Ну, допустим, сильный ветер или дорожное полотно в процессной близости находится, автострада какая-то. Ну, просто шумно, мы ее не перекричим. — Поэтому в таком случае лучше, конечно, проводить инструктаж заранее в надлежащих условиях. Ну, и в обязательном порядке на мероприятии должен постоянно работодателем проводиться контроль. То есть если работодатель видит, что кто-то из работников что-то делает не так, то есть нарушает технику безопасности, то обязательно в порядке меры должны быть скорректированы, и до всех работников должна быть доведена информация о том, что вот коллега такое-то делал, вот что-то не так. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, я вам объясню, как нужно это делать правильно, ну и, соответственно, чтобы все понимали, как это правильно необходимо делать. — Вот еще один важный вопрос, и так он немножко, может быть, выбивается из общего ряда, но он, на мой взгляд, важный и интересный. Это учебные заведения. Они традиционно проводят всевозможные там, назовем их так, субботники, то есть мероприятия по уборке окружающей территории. Вот как там организовать грамотно, правильно, потому что это и школы, это и колледжи, это и вузы и так далее, далее, далее. Там особая категория людей. — Да, там особая категория, там на среде чаще всего идет несовершеннолетние граждане, то есть эти работы должны проводиться в обязательном порядке с согласием их родителей. Ну и, кроме того, конечно, ни на какие опасные работы, ни на какие работы, связанные опять с воздействием энергетических реакций, тяжелые работы. Работодателям нужно понимать, ну и не только работодателям, представителям учебных заведений, нужно понимать, что у нас законодательно установлены нормы поднятия тяжестей не только по гендерному признаку для мужчин, для женщин, но и в зависимости от возраста ребенка. То есть сколько можно поднимать? 12, 13, 14, 15, 16 лет, 17 лет. Все это установлено у нас. Поэтому данные работы должны быть, во-первых, с согласием родителей, ну и, во-вторых, организованным таким образом, чтобы ни в коей мере не причинять вреда жизни и здоровью ученика. Это понятно. А как вот это правильно организовать? Понятно, что никто не хочет причинить вред жизни и здоровью, уж тем более жизни ученика, но и здоровью тоже. Ну вот это какая-то особая, ну, скажем так, особый инструктаж, особая технология, потому что, ну, иногда вот там может быть все, что угодно, тем более дети, они, ну, не такие внимательные, не такие, скажем так, у них подчас, ну, чувство опасности другое совершенно. Это тоже не секрет. Вот как это правильно сделать? Кто должен быть всегда рядом с ними? С ними должен в обязательном порядке быть педагог всегда, который, опять-таки, во-первых, он знает, чего ожидать от каждого конкретного ребенка. Потому что мы все знаем, что некоторые ребята более хулиганистые или нет, некоторые, воборот, более спокойные. Поэтому, соответственно, кому из ребят при проведении субботника уделить особое внимание, за кем особый надзор, присмотр нужно в обязательном порядке. Ну, и, кроме того, соответственно, мы должны понимать, что работы должны быть не причиняющие вреда. Ну, то есть, опять-таки, мы понимаем, что травму можно получить на ровном месте, но, опять-таки, мы должны исключить сюда различные контакты с красками. То есть, ничего красить они у нас не могут, потому что это, опять-таки, может негативным образом сказаться. Никакие тяжелые работы. Ну, а так, в принципе, у нас все то же самое, как и с обычными гражданами. То есть, проводим инструктаж, рассказываем, как необходимо, соответственно, проводить безопасно эти самые работы. Ну, и самое важное – это контроль, контроль и еще раз контроль за проведением этих самых работ. Ну, да, там он двойной контроль, потому что, ну, понятно, это дети, это ответственность двойная. Конечно, однозначно. Инвентарем тоже должно, соответственно, должно учебное заведение обеспечивать? То есть, точно то же самое, то есть, перчатки, рукавицы, маски, то есть, это вот… Все это находится в компетенции того, кто организует этот самый субботник или средник, то, в зависимости от того, в каком мероприятии мы участвуем, это та сторона, которая является организатором. Если проводится школа, институт, там, техникум, то, соответственно, они инвентарем обеспечивают. А если же это городской субботник и учебное заведение решило поучаствовать в городском субботнике, то, соответственно, это решается с департаментом городского хозяйства, который тоже обеспечивает всех граждан, которые у нас участвуют в этом самом субботнике, инвентарем. Кстати, вот такой вопрос еще интересный. Какие работы категорически нельзя выполнять вот на субботнике? Я просто вот подумал, потому что вот под этой, ну, скажем так, вот маркой субботника, ну, например, я не знаю, там, чистить, там, крышу, например, там, или красить крышу, я сейчас фантазирую, там, или, там, я не знаю, мыть окна, ну, окно, окну рознь. То есть окно может быть на девятом этаже и может быть на первом. Вот что категорически на субботнике делать нельзя? Ну, все, что вы перечислили, однозначно несовершеннолетних мы туда допускать однозначно не будем. Тут даже и совершеннолетних-то, наверное. Да. С совершеннолетними у нас тут какая с вами история. Опять-таки эти работы относятся к работам с повышенной опасностью. В частности, крыша – это работа с повышенной опасностью. Даже то же самое мытье окон, потому что, как нам говорят, ну, здесь же от пола до подоконника не так высоко. Нет метра восемьдесят, а у нас любая высота выше метра восемьдесят уже считается работой на высоте. Но, опять-таки, мы же говорим, что окно же у нас двустороннее. То есть с этой стороны у нас нету метра восемьдесят, а с другой стороны улицы-то есть. То есть фактор падения возможен. Соответственно, люди, которых мы допускаем, должны в обязательном порядке иметь медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний. Может, человек залезет на подоконник, у него голова закружится, он упадет. Причем в ту сторону? В любую. Даже падение с незначительной высоты. У нас сколько раз мы фиксировали ситуации, когда падение с высоты собственного роста заканчивалось летальным исходом. Поэтому это тоже, собственно говоря, опасно. Любая высота у нас сама по себе опасна. Тем более, что обычно под подоконником находятся различные приборы, мебель. То есть упасть можно так, удариться головой об угол стола или о какой-то прибор, что даже незначительная высота может привести к летальному исходу. Во-вторых, соответственно, эти люди должны быть обучены. Причем обучены не только по охране труда, но и по выполнению этих работ. Потому что та же самая работа на высоте предполагает специализированное обучение именно по работе на высоте. Если работники у нас с вами будут использовать средства индивидуальной защиты, но та же самая окрасочная работа, они предполагают использование средств защиты, такие как респиратор или противогаз или иное какое-то фильтрующее устройство, которое не даст вот этим самым опасным парам, канцерогенам, которые содержатся попасть в легкие работника, то здесь или же работа на высоте, там используют специальные привеси, защитные устройства. Это предполагает специальное обучение именно по пользованию и использованию этими самыми средствами индивидуальной защиты. Ну и, конечно, инструктажи, то есть опять-таки целевой инструктаж. Еще раз дополнительно напомню, что данные работы должны проводиться специальным образом, где мы должны в обязательном порядке рассказать. Очень часто у нас забывают про ознакомление с инструкциями по охране труда, соответственно, если вы проводите какие-то работы, то у вас должна быть разработана специальная инструкция по выполнению этих самых работ. При этом инструкция – это не два абзаца, потому что в некоторых организациях, когда мы приходим с плановыми мероприятиями по оказанию методической помощи, у них инструкция выглядит следующим образом. Абзац номер один – что нужно соблюдать технику безопасности, абзац номер два – что нужно не нарушать технику безопасности. Мы должны с вами понимать, что это не инструкция. Инструкция – это, по сути, алгоритм действия работника с того момента, когда он приходит на рабочее место и до того момента, как он уходит с рабочего места или заканчивает выполнение работы. То есть все его действия, которые он в процессе выполнения той или иной работы должен выполнять, должны строго прописаны быть в этой самой инструкции. При этом инструкции должно быть обращено внимание, что будет, если он чего-то не выполнит. То есть, опять-таки, не просто так наденьте спецодежду. Соответственно, мы должны расписать о том, что если вы не наденете спецодежду, на вас могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы. То есть тра-та-та-та-та-та-та. И дальше, соответственно, мы описываем последствия, что будет у нас с вами. Если мы будем неправильно использовать оборудование, то, соответственно, тоже мы последствия, какие-то обработник прекрасно понимал, что, опять-таки, какие риски перед ним стоят, если он чего-то не сделает. То есть это должен быть, помимо того, что регламентирующий, еще во многом и мотивирующий документ, чтобы, прочитав его, работник понимал, как именно грамотно выполнять ему порученную работу. К сожалению, очень многие работодатели, во-первых, эти документы не разрабатывают, а во-вторых, очень часто забывают работников с этими документами ознакомливать. То есть складывается такая ситуация, что они инструкции по проведению работ делают не для работников, а для нас, для проверяющих. Ну, надо сказать, что нам они не сильно нужны, а вот то, что работники не ознакомлены, вот это очень негативно может сказаться на состоянии жизни и здоровья их работников в процессе выполнения их работы. И я вот подумал о том, что, ну, то есть, по сути дела, по сути дела, вот субботник и работа, которая там выполняется, это по большому счету уборка. То есть никаких вот ни мытья, ни высотных работ могут, ну, вот с инструкцией там, ну, я не знаю, там, например, менять розетку, например, это уже вот другое, это уже все-таки не субботник. То есть, или там, я не знаю, давайте там прочистим там трубы, например, там, в умывальнике, это все-таки уже, наверное, не совсем субботник, это такая специализированная работа, где должен заниматься, ну, специалист. Ну, дело в том, что у нас, по сути, своей же нет документа, который бы четко говорил о том, что мы можем делать в процессе субботника. Поэтому многие работодатели могут в процессе субботника, соответственно, обижать какие-то иними. Ну, понятно, и стены помыть, и полы перемыть. Да, ну, зачастую это иногда тоже проводится, и санитарная обработка помещений тоже иногда в процессе субботника проводится. Но, опять-таки, основная задача, это, конечно, привести наш любимый город и прилегающий территорию к вашей организации в такой вид, чтобы, когда вы приходите на рабочее место, сердце ваше радовалось, и вы с удовольствием шли на работу. И уходить оттуда вы не хотели, соответственно, потому что вокруг красиво, чисто и приятно. Совершенно верно. Ну, и, собственно говоря, вот я хотел в конце программы об этом сказать, что, на самом деле, вот, несмотря на все, достаточно неприятный вот перечень работ, которые мы с вами привели, тем не менее, делать-то их необходимо, потому что сам по себе субботник – дело очень благое, очень полезное, очень необходимое. И город, конечно, вот сейчас нужно приводить в порядок, ну, после зимы, конечно, его нужно убрать. Совершенно согласен. Спасибо за интересную, содержательную беседу. Увидимся вновь. Ну, и, кстати, я думаю, увидимся где-нибудь на субботнике, потому что, действительно, дело очень благое, очень нужное. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Удачи в делах, берегите себя, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!